Как известно, знаний много не бывает, особенно для молодежи, на которую всегда возлагаются большие надежды. И такое мероприятие, как точка зрения, очередной раз ярко отвечает этой тенденции. И вот уже традиционно 6 апреля в стенах Казанского университета в одном из его красивейших залов стартовала 10-я юбилейная студенческая конференция. Мы ее начали проводить с 2008 года. И за это время представителями и люди научных объединений ведущих в России обсуждали самые главные вопросы по разным, так сказать, направлениям. Ну, в частности, обучение, создание музыкоконтекста и баллонского процесса, роль музыкокоспитания и формирования личности современного общества. В этом году участники встречи рассмотрели организацию информационной деятельности студенческих общественных объединений, работу студенческих СМИ, пресс-сопровождение мероприятий и реализацию студенческих медиапроектов. Способность преподнести любую новость интересно и читабельно – это не только талант, но и необходимый навык, с которым каждый из нас сталкивается ежедневно. Так отметил в своем приветственном слове директор высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ Леонид Толчинский. Пространство, которое нас окружает, оно медийное по факту. У каждого из вас, вам, они все медианосители перед вами, биткофоны, телефонные, которые давно уже не звонилки, а большие, полнокровные медианосители. То есть жить без медиаокружения, без медиасреды мы сегодня не в состоянии. Соответственно, специалисты, которые должны эту медиасреду обслуживать, должны в ней находиться и как производители контента, и как те люди, которые монализируют, управляют. Однако привычными докладами и презентациями обойтись явно было бы сложно. Именно поэтому насыщенная программа конференции включила в себя знакомство с «Универ-ТВ» – ярким представителем студенческого телевидения. Вообще, я сразу подумала о нашем университете. Вот у нас тоже есть условия для того, чтобы снимать. У нас есть киностудия в СГУ. И вот интересно было посмотреть, как все это устроено в Казанском федеральном университете. Это что-то вообще очень интересное, очень яркое. Хочется все смотреть, пробыть здесь как можно больше и узнать тоже как можно больше. Здесь каждый будущий журналист смог познакомиться со структурой студенческого канала «Универ-ТВ». Познали нелегкий труд сотрудников над созданием различных программ и ежедневных новостей для достижения одной общей цели – чтобы телезрители канала изо дня в день узнавали обо всех событиях первыми. Аделя Шамилова, Ленарда Влетьяров, Универ-Ньюс.